Всем привет! Меня зовут Марат, я технолог, художник и декоратор. Рад вас приветствовать на нашем канале АМ Декор. И это видео будет о мокром шелке. Непосредственно материал называется Set of Luxury. Это наша новинка. Это самый блестящий материал в нашей линейке шелковых материалов. А у нас они есть как матовые, так и со сдержанным блеском. И этот материал как бы вершина айсберга, он самый блестящий, самый шелковый, самый яркий. Я понимаю, что любят блеск далеко не все, поэтому это не реклама конкретно именно этого материала. Это скорее разбор типовых ошибок, о которых я буду рассказывать в процессе нанесения и объяснять их, почему они возникают. И это касается по большому счету любого шелкового материала, потому что большинство декораторов, которых я встречаю, кто-то об этом знает, кто-то нет, кто-то пользуется, кто-то нет. Для получения хорошего результата, если вы будете знать буквально три банальных вещи и будете их применять, то при работе с любым шелковым материалом у вас не будет возникать трудностей. Ну, давайте приступим к нанесению. Приступаем к нанесению материала сета лакшери. Он у нас будет вот в такой баночке. И параллельно разберем ряд ошибок, которые наиболее часто делают обычно мастера. И, пожалуй, можно начать с самой первой ошибки. При нанесении материала и до нанесения материала очень важно материал перемешать в банке, потому что загуститель, который присутствует в любой краске, это такой переменный параметр, который со временем может вести себя по-разному. То есть, может быть какое-то расслоение, может немножко разжижаться, может немножко загустевать. И поэтому перемешивать материал в банке перед нанесением вроде бы очевидная вещь, но не всегда очевидно. Частенько я вижу то, что банку открыли и поехали наносить. Правильная подготовка материала это наиболее распространенная ошибка. Хорошо, когда материал примерно вот такой консистенции. То есть, я сейчас рассматриваю именно шелк. Это у нас самый блестящий шелк, напомню. С это лакшери у нас достаточно новый материал и в нем очень высокое содержание эффектных пигментов. Ну и рекомендация следующая. Наносим мы первый слой валиком тонко, раскатывая материал по поверхности равномерно. То есть, без шагрени максимально гладко. То есть, шагрени не должно быть. Здесь частенько кроется тоже ошибка у многих мастеров, потому что если вы оставите шагрень, то в дальнейшем на втором слое, когда вы будете делать финишный слой, это приведет к перерасходу материала. То есть, шагрень, она даст ненужную вам толщину. И соответственно, когда вы будете выглаживать материал, материала вам возможно не хватит, потому что будет излишне толстый слой. То есть, вот это шагрень, оно на самом деле очень сильно влияет. Если вы мастер, как мастер уже скилловый, достаточно опытный, то вы можете это делать и кельмой. Вы прекрасно чувствуете в руках материал, чувствуете слой, то как бы вам это не нужно. Тут как бы скорее совет для мастеров, которые не так давно в теме. И такого скилла декораторского у них еще нет. Поэтому вот есть простой способ, как создавать красивые поверхности, при этом не попадая на перерасход, то есть избегая всех типичных ошибок. Это способ наносить материал первый слой валиком. И второй слой, собственно, наносится тоже валиком, но уже при участии кельмы. Я обязательно покажу. Сейчас мы нанесем первый слой на образец. На образце я покажу. Вот сейчас у меня есть некая небольшая шагрень. И вот на валике уже практически не осталось материала. И это хорошо. И сейчас я просто еще раз пробегу по всей поверхности. И та шагрень, которая у меня присутствует при донесении, я ее сейчас разглажу. И обратите внимание на движение валика. То есть я делаю в разные стороны разносторонние движения, для того, чтобы у меня не было рисунка четкого. Смотрите, что получается, если мы наносим, как многие. Я видел маляры, наносят, неоднократно видел, когда маляр или неопытный мастер накатает материал вверх-вниз, как краску. Ну и, соответственно, попадает на вот такие полосы, которые будут видны на втором слое. И это не очень хорошо. Не знаю, передаст ли эта камера. Ну, в принципе, думаю, да, передаст. Поэтому, чтобы этих моментов избежать, надо раскатать материал в разные стороны. То есть сделать это разносторонне. Тогда на втором слое эти моменты будут незаметны. То есть у нас фактически получается рисунок классической венецианской штукатурки. Только из шелка и максимально гладко. Гладкость – это необходимое условие при нанесении гладком. То есть при тонкослойном нанесении – это классика, вьюшки. Если же мы наносим материал, эффекты делаем типа гротта или марокканской штукатурки, когда мы тампонируем типа карты что-то и впоследствии разглаживаем, то для этого материал не надо разбавлять. Им нужно работать густым. А для гладких нанесений, соответственно, надо разбавлять. И материал еще, следующий момент, обязательный к знанию. Материал я развожу водой на 10%. То есть я компенсирую густоту материала. Это тоже, кстати, одна из распространенных ошибок при работе с шелками. Если вы шелковый материал водой не разбавили, то он достаточно густой, это, во-первых, ведет к перерасходу, во-вторых, к слову, вам будет наносить гораздо сложнее. И, в-третьих, материал изначально более густой для того, чтобы, если мы хотим получить яркий, насыщенный цвет, то в него заливается порядка, ну, из практики нашей, это порядка 10% колоранта. В этом случае, если материал изначально готов к тонкому нанесению, как большинство шелков от разных производителей, то добавление большого количества колоранта сильно разжижает материал, и в итоге получается, что материал течет по инструменту, и, соответственно, с ним тяжело работать и с ним тяжело наносить. Из этого следует следующая ошибка, которая проявляется уже на втором слое. Давайте дождемся высыхания для вас, это время пройдет быстро. Обязательно ставим лайк. Итак, дорогие друзья, вот наш первый слой высох, и на первом слое мы говорили о типичной ошибке начинающего декоратора. Это неправильно подготовленный материал, то есть не компенсировали вязкость материала водой, стали делать густым материалом. Почему он более густой, изначально я уже рассказал в предыдущем отрезке. Соответственно, перед нанесением второго слоя, на всякий случай, я могу еще как бы эту шагрень, которая, возможно, осталась, подрезать кельмой или шпателем, в зависимости от того, чем вы наносите. И мы можем приступать к нанесению второго слоя. И, собственно, здесь кроется наиболее частая и наиболее грубая ошибка. Потому что второй слой мы наносим аналогично, но у нас должна быть такая хорошая, приличная шуба. Это не тонкий первый слой, когда мы раскатывали тонко-тонко. Здесь мы наносим уже довольно плотно. Чтобы проконтролировать себя на эффект, вы можете взять, к примеру, 200 грамм материала, квадратный метр, и как бы уложиться материалом в этот квадратный метр, и тогда вы поймете толщину слоя. И, в принципе, этот совет актуален для практически любого материала. То есть, если мы говорим, к примеру, травертин расход 1,5 килограмма на квадратный метр, для того, чтобы понять эффект, я брал 1,5 килограмма, размечал квадратный метр, и, соответственно, я понимал уже тогда, какова будет толщина, и какой эффект я могу получить из этих 1,5 килограмм, в зависимости от того, в один слой он делается или в два. Здесь аналогично. То есть, после того, как создана шуба, я поясню сейчас еще, почему надо создавать шубу, и почему ее лучше делать валиком. Опять же, опытные мастера спокойно справятся с ситуацией, когда они чувствуют прекрасный инструмент, не первый год работают кельмой, и им этот совет может быть неактуален. Однако, после того, как мы наносим, нанесли материал, мы по всей плоскости, не останавливаясь на каком-то месте, которое нам, к примеру, не нравится. Создавая эффект вьюшки, мы работаем по всей поверхности, куда мы нанесли материал. К примеру, это 1,3 или 1,4 квадратного метра. И делаем мы это независимо от того, понравился вам кусочек где-то или не понравился, получился он где-то или не получился. Мы работаем по всей плоскости. В этом случае, как вы видите, у меня получается и красивый 3D-эффект, и равномерный слой, который не ведет к перерасходу материала. И эффект получается, соответственно, тот, который я планировал, и тот, который мне бы хотелось. Наплывы, которые в процессе нанесения возникают, неизбежны. И из этой ситуации легко выйти. Можно с достоинством. Я покажу сейчас как. Это тоже распространенная ошибка. То есть первая ошибка – это неправильно подготовленный материал. Вторая ошибка – это толщина слоя. Если нет толщины слоя, как правило, у начинающих декораторов в погоне за экономией материала, за псевдоэкономией материала, на самом деле, делают тонкий слой. К чему это приводит? Тонкий слой пересыхает быстро. Соответственно, вы не успеваете, вы не получаете нужный вам эффект, и вы попадаете на стыки. То есть вам тяжело стыковаться. Тонкий слой прозрачный, независимо от того, используете вы цветные подложки на шелке или не используете, он у вас будет светиться, и вы будете видеть стыки. Даже если у вас клиенты этого не заметят, вы все равно, вы сами-то их точно будете видеть. Ну и другие декораторы тоже. Здесь о качестве работы уже говорить, о хорошем качестве уже говорить, наверное, не приходится. Поэтому работаем по всей плоскости, по равномерному слою. Это важно. И момент, ну это как бы скорее совет, это не ошибка, но вот совет от меня, как от художника. Я держу кельму, обратите внимание, в перевернутом виде, потому что если я ее держу так, то работаю я всей плоскостью, то есть инструмент у меня прилипает к поверхности полностью, иногда это неплохо, но для того, чтобы именно создавать вот такой красивый эффект, проще перевернуть кельму, потому что в этом случае я работаю пяткой. То есть у меня используется одна треть, и у меня инструмент не прилипает к поверхности, мне легко. Я не напрягаюсь, у меня не устает рука при работе на каких-то больших площадях. И третья ошибка, тоже часто встречающаяся. После того, как мы сделали какой-то рисунок, у нас есть где-то местами наплывы, они неизбежны. Для этого нужна простая брызгалка, вода, и собственно, я моложу поверхность, мне не нужно, чтобы вода текла, но в то же время, чтобы поверхность увлажнилась. и еще раз повторяю предыдущую операцию. И сейчас все наплывы, которые у меня были, разгладятся практически в ноль. И будет ровная поверхность, но при этом на ровной плоскости, на ровной поверхности будет красивый 3D-эффект. то есть именно шелковый. Это вот, пожалуй, базовые ошибки при работе с шелковыми материалами. Я это делаю на примере нашего материала, так как мы их производим и, соответственно, говорить за других производителей я не решусь, однако наиболее часто встречающиеся ошибки я вижу постоянно. И поэтому, собственно, появилось это видео. А дальше уже можно либо мельчить рисунок, либо его оставить. Собственно, поверхность наша готова. И повторюсь, это материал сета лакшери, материал с увеличенным блеском. То есть в нашей линейке это самый блестящий материал. У нас есть шелка от глубоко матовых до самых блестящих. Я взял в качестве примера именно этот материал, так как он является и новинкой. На нем, в принципе, эти эффекты, эти моменты наиболее ярко видны. Сейчас я возьму камеру в руки и покажу ближе. В зависимости от угла освещения поверхность становится более блестящей или более контрастной в темных участках. То есть эффект, этот 3D-эффект на этом материале проявляется гораздо активнее. плоскость. Приближаю максимально близко. Видите, практически нет, ну, не практически, а, собственно, уже нет наплывов, которые были, которые образовываются при первичном нанесении. То есть вот основные ошибки, которые допускают большинство декораторов при работе с материалом мокрый шелк, независимо от техники нанесения. Первое, это неправильно подготовленный материал, то есть не разбавленный водой. Ну, в нашем случае от многих производителей уже мы получаем банку с готовым материалом достаточно жидким. Там, может быть, и не требуется компенсации водой. Но если вы захотите сделать насыщенный цвет, то будьте готовы к тому, что при добавлении колоранта большого количества при создании ярких цветов материал у вас станет жидким. И его будет трудно наносить, трудно разглаживать, и это приведет, опять же, к более тонкому слою, который будет быстро пересекать, а в итоге вы попадаете на стыки. В нашем случае этого не происходит. Вторая ошибка, это опять толщина слоя при нанесении второго слоя. И третья ошибка, смочите поверхность, помолодите ее, это не разрушит акриловую пленку, пока материал сырой. И в значительной степени не повлияет впоследствии на его свойства, стойкость к истиранию и мытью. Во всяком случае, радикально точно не повлияет. Ну вот, пожалуй, три основные ошибки. Если это видео было полезным, обязательно еще раз попрошу поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропускать ничего интересного и нового о декоративных штукатурках и красках. Ну и всем удачи, до свидания. до свидания.